Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста «Послание к римлянам» 1 глава 26 стих, мы зададимся вопросом, естественно ли для человека грешить даже в его, человека, падшем состоянии? Я поясню, в чем суть этого вопроса. Сначала я прочитаю текст. «Потому предал их Бог по стыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным». По мнению некоторых гомосексуалистов, когда Павел говорит против того, что противоестественно в этом тексте, он не утверждает, как бы, что гомосексуальное чувство является нравственно неправильным, но он, как бы, говорит, но оно противоестественно для гетеросексуалов. И логика их, она приблизительно такая. Для вас естественно жить с женщинами, и если вы изменяете своему естеству и противоестественно начинаете жить с мужчинами, это неправильно, потому что это не в соответствии с природой. А в нашем случае, ложно говорят они, естественно жить с людьми своего пола, мы всегда испытывали это чувство, а если мы естественное заменим противоестественное, попытаемся вступить в отношения с женщинами, вот это будет как бы несогласие с той природой, которую мы имеем. И дискуссия идет очень такая напряженная, вот как раз по поводу такого подхода апостола Павла. Они здесь видят для себя как бы некую такую лазейку. Но, когда Библия говорит о том, что такие отношения противоестественные, это относится к биологической стороне вопроса, а не социологической. Вот это надо понять. Потому что функционально и биологически мужчина и женщина в своих отношениях, они гармонизируют человеческую жизнь и распространяют ее, чего мы не можем наблюдать в другой ситуации. Ведь такое воспроизведение рода человеческого возможно только в этих естественных отношениях. Поэтому, не вдаваясь как бы вопросу о происхождении такого чувства, мы видим, что естественно то, что функционально. И неестественно то, что вопреки природе и совершенно не функционально. Это во-первых. Во-вторых, саму вот эту ориентацию сексуальную, любую, следует понимать именно с биологической точки зрения. А с чем связана эта потребность, которую Бог вложил не только в людей, но и в животных. А если мы будем оценивать с социологической точки зрения, кому мешают эти люди и так далее, здесь мы как бы не поймем до конца суть проблемы. В книге «Бытия», 2 глава, 24 стих, мы находим такие слова. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Биологический отец и биологическая мать, только они могут продолжать жизнь». Поэтому ссылка на одну плоть указывает на такие физические отношения, от которых возникает новая жизнь, и она имеет свое продолжение. В-третьих, в послании к римлянам говорится, что поступая извращенно, мужчины на мужчинах, делая срам, всем самым обнаруживают, что такое действие срамное. В-четвертых, то, что они делали, не было естественным с биологической точки зрения. Это больше относится к эмоциональному, к эмоционально неправильному решению и выходу. Заменили естественное употребление неестественным, противоестественным. Неестественное – это вопреки предназначению изначального и природе. В-пятых, подобное желание называется «постыдными страстями». Это 26 стих этой же главы. Таким образом, Господь осуждает в своем слове подобные падения, поскольку они противоречат самой природе в целом, являются вызовом именно библейским представлениям о нравственности и морали и в некотором смысле общечеловеческим. Но это не значит, что мы будем там гнобить, преследовать. Мы уже проводили с вами как-то беседу на эту тему. Социальная концепция Русской Прославной Церкви настаивает на том, что Церковь не отлучает этих людей от врачующих таинств, не отказывает им в общении с другими верующими. Напротив, призывает их проявить бескорыстную дружбу и, может быть, осознать свое вот такое положение, как призыв к абсолютному целомудрию. Им рекомендуется чаще читать Священное Писание, творение Отцов Церкви, чаще приступать к исповеди. Итак, сегодня мы рассмотрели еще один из вопросов, который возникает в связи с чтением первой главы послания к римлянам. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы продолжим наши рассуждения уже по теме, как язычники могут знать праведный суд Божий, о чем говорится в первой главе, 32 стих послания к римлянам. Подписывайтесь, друзья, на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.